Россия осталась без лекарств и врачей. Отсутствие современных технологий или высококвалифицированных специалистов колоссальное. Часть сменила специальность, часть уехала за границу. Молодежь, видя это все, стала так задумываться, идти ли в медицину. Здравомыслящие медики, которые категорически не хотят участвовать в агрессивной войне, хотят уберечь детей от жизни в тоталитарном государстве. Выступают против войны и хотят сохранить возможность говорить об этом открыто. Они покидают Российскую Федерацию. Война изменила медицину в корне. Россию покинули тысячи, возможно десятки тысяч квалифицированных докторов. Возникает ощущение, что обрушился весь мир, потому что четко понятно, что ты больше не общаешься с международными коллегами, ты не находишься в информационном пространстве всего мира. Ты выделен и обделен. И ты не можешь делать то, что ты считаешь нужным как врач, как профессионал. Потому что у тебя нет больше такой возможности. Мобилизация, которую развернул Путин осенью, дала толчок к побегу российских врачей и медсестер в другие страны. Часть еще находится в странах СНГ, то есть это Крузия, Армения, Казахстан, Узбекистан. Часть удалось перевезти в Германию уже на данный момент. Но в целом, если говорить о именно выводе из России, то это на данный момент, если не ошибаюсь, 101 человек. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявлял, что мобилизованных врачей и медицинских работников будет не больше трех тысяч. С тех пор ни разу официально не сообщалось, сколько врачей и медиков действительно получили повестки и отправились на фронт. По своим мотивациям, по своему настрою, ну, это мое решение исключительно. Сразу же власти Петербурга запретили медикам ездить в заграничные командировки. Из больницы поликлиник Волгограда на Донбасс уехали сразу 27 профессиональных специалистов. Это волонтерская акция. Мы все здесь, все, кто здесь находимся. 7 сентября 2022 года на медицинском самолете, чартерном рейсе, который был заполнен исключительно врачами, улетели высококвалифицированные врачи, сбегая от принудительной мобилизации. Чартер организовал знаменитый доктор и оплатил российский миллиардер из списка Forbes, имя которого не разглашают. Нежелающие участвовать в военной агрессии бежали из страны не только медицинским самолетом, но и другими самолетами, поездами и автомобилями. Россия лишилась специалистов из-за нынешних российских властей. Ну, крупнейшие специалисты из НКО России. Их прям собрать в одном месте было бы невозможно. Спасибо Владимиру Владимировичу. Бронь от мобилизации не всегда работает. В Украине много раненых российских солдат, которые пытались захватить украинские города. Врачей на фронте. Мало. Военно-полевая хирургия, то, с чем мы здесь сталкиваемся сейчас, это для нас первый год. Рисковать своей жизнью, спасая земляков в чужой стране? Ради чего? Деньги. Сначала было страшно, честно, было очень страшно. А потом уже, когда к этому привыкаешь, ну, нельзя сказать, что совсем привыкаешь, ну, вот свыкаешься с этим. Путин еще в прошлом году якобы удвоил зарплаты на временно оккупированных украинских территориях. Но медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, наоборот, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Министерством обороны, с правительством. И мне кажется, это несправедливо. Спасать не местных, а военных. В России новые приоритеты. Тем временем отток кадров не заканчивается. 659 медиков уехали из-за Байкалья в 2022 году. Сейчас краю не хватает около тысячи медиков. В городах, которые разбомбила Россия, строятся новые больницы. Больницы для людей? Нет, для военных. Миновзрывные ранения, то есть множественные поражения, политравмы. То есть это сразу несколько областей, грудная клетка, живот, конечность. Довести раненого до Ростова – плохой вариант. А в полевых условиях спасать раненых военных не удается. Все, что дозволено на данном этапе, объем операции, на данном этапе эвакуации, мы выполняем. Для этого выделяются огромные деньги на чужие территории, забывая о своих соотечественниках. Кстати, вот в Москве тоже полно закрытых больниц, которые стоят, разрушаются. И организаторы ждут, пока лопнут трубы, пока они будут признаны невосстанавливаемыми, чтобы их снести, построить там бизнес-центры. А те, кто поддерживает Путина или просто боится потерять насиженное место, выполняют приказы, называя их миссией. Это особая миссия и больше, чем просто профессия. Свацкий район просил этой помощи, мы постоянно помогаем, сейчас работают там наши строители, восстанавливают коммуникации. Поэтому спасибо вам огромное. Пока кто-то едет с якобы волонтерской миссией на войну в Украину, другие врачи бегут в Казахстан, чтобы не быть связанным с войной, которую развязал Путин. Появляются новые вакансии, а россияне-медики задают вопросы о анестрификации дипломов, экзаменах, поиске жилья. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко признал все-таки, что врачей в России не хватает. Особенно терапевтов, онкологов и кардиологов. Дефицит кадров по врачам – это около 25 тысяч человек. 25-26 тысяч в этих пределах. По среднему медицинскому персоналу в пределах 50 тысяч. Это дефицит, который сегодня есть по отрасли. Легко заметить, что с российского рынка ушли Икеа и Макдональдс. Но никто не замечает нехватку врачей, пока его это лично не коснется. 10 человек на 100 мест Алтайскому краю. Катастрофически не хватает врачей и педиатров. Фармацевтические гиганты ушли с российского рынка из-за санкций, наложенных на Россию в связи с войной. То, что ты раньше ждал три месяца, теперь может идти полгода, год, сколько угодно. Зависит от того, насколько легко его погрузить в фуру, перегрузить на границы, растаможить и довезти. Это значительно влияет на сроки поставок и на лечение в целом. Кто нормально, эндопротезирование тазобедренного сейчас делает в Москве. У кого протезы нормальные остались. И антибов почти нигде нет. И еле нашла вчера амоксиклав. И это в Москве. В других городах, наверное, совсем жопа. Медицине в России пришел конец. Люди боятся за себя, за своих пациентов, за свою практику. Потому что могут уволить, а могут не уволить, а просто тебе не давать работать так, как ты привык. И пока в России умирают свои, гражданские, от пневмонии, ОРВИ, СПИДа и туберкулеза, Власти Российской Федерации продолжают рисковать жизнями последних оставшихся специалистов на войне, которая никому не нужна.